Здравствуйте, извините, можно у вас поговорить? Пару слов. Мы интернет-портал Репортер 40, меня зовут Виталий. Вы можете ответить на несколько вопросов наших? С удовольствием. Светлана. Вы родители? Да. У вас ребенок в каком классе? 11А. 11А, то есть это старший класс, выпускной, да, и вот в связи с лишением школы аккредитации у вас проблемы, да? В чем она? Конечно. Дело все в том, что, во-первых, я считаю, что это для детей, и начинается взрослая жизнь с какой-то профанацией, с какого-то, в общем-то, большого обмана. То есть сейчас идет речь о том, что они будут получать аттестаты другой школы, к которой мы не имеем никакого отношения. У меня ребенок проучился 11 лет в этой школе. Это третье поколение в нашей семье, которое должно было закончить шестую среднюю школу. Я не знаю, у меня, например, очень много вопросов к управлению. К министерству образования, к управлению, потому что как они допустили ситуацию такую, как они говорят вопиющую, что тут все плохо, как они допустили вот такой, ну, достаточно известной, старой и, так сказать, уважаемой школе. То есть то ли они ждали этого. А вот мы тут слышали, мы уже разговаривали в ходе предварительных каких-то интервью, мы слышали, что, в принципе, министр образования Калышевской области имел возможность либо принять одно решение, либо принять другое, либо сделать какие-то, ну, там, предупредительные действия. Как вы считаете, почему он утром? Ну, я так вот, я могу предположать, я не слышала об этих вариантах. Очень жалко, что он принял именно такое решение, вот на решение нашей школы. Значит, это выполняется какой-то, я не знаю, непонятный нам, наверное, заказ, чтобы сделать нашу школу девятилеткой. Просто для нас это, в общем-то, шок. Мало того, что мы сейчас о своих детях беспокоимся, в общем-то, у меня есть знакомые, которые поведут детей в эту школу в этом году, и они поставлены в еще более тяжелые условия. То есть по прописке они обязаны сюда идти, а идти в школу, которая имеет вот такую репутацию, мы считаем, что незаслуженную. То есть для них это очень сложная ситуация тоже. То есть от первого до одиннадцатого класса все поставлены в тяжелые условия. Десятиклассники сейчас, как их забирать и срочно переводить в другие школы? Да, это же проблема для родителей. Это проблема для родителей, это безумная травма для детей, особенно для наших, которые накануне четыре месяца до экзаменов. То есть у них есть уже сомнения в своих знаниях, их упорно в этом убеждают, что они провалили, что они недостаточно. То есть получается, что и мало того, что им не дают информации, в чем они неправы, что они не знают. Они даже не могут провести, если не учителя, то дети, работу над ошибками. То есть для нас это, ну не катастрофа, но в общем-то очень серьезная ситуация. Спасибо. Спасибо. Спасибо.